Итак, добрый день, меня зовут Плетнева Юлия, я являюсь юристом, экспертом рынка недвижимости. На этом рынке я уже практикую более 15 лет. И сегодня я попробую рассказать вам о двух вещах. На стыке специальности, на стыке риелторской деятельности и юридической. Сразу, наверное, перейду к вопросу, вот плавно, Бориса, должен ли агент обладать юридическими знаниями? Несомненно, базовыми знаниями агент, тем более эксперт, который проводит сделки, а эксперт должен уже, кстати, обладать и небазовыми знаниями. И, кроме того, юрист в офисе у вас работает с документами, клиентов, как правило, юрист не видит. И поэтому первичная экспертиза документов, правоустанавливающих, удостоверяющих личность, она в любом случае лежит на агенте. Поскольку вы можете сто пятьсот раз продавать объекты, сто пятьсот раз мотивировать продавцов, покупателей, тратить кучу времени, время, помните, что это невосполнимый ресурс у нас, тратить кучу времени, кучу денег на маркетинговые мероприятия, на звонки холодные, теплые, горячие. Но если у вас документы не в порядке, не будет у вас сделки. Поэтому, пожалуйста, смотрите внимательно, смотрите внимательно на продавцов, смотрите внимательно на покупателей. Кстати, в этом году уже было два случая, когда у нас были неадекватные покупатели. То есть реально покупателей с диагнозом сделок не было. Что еще? По юридической части, наверное, хочется сказать, что сейчас уже есть онлайн-технологии. Мы вот здесь сейчас говорили, и Андрей, и Владимир, чем агенты, чем эксперты могут взять себе продавцов, покупателей, могут взять себе клиентов как личным брендам, личной харизмой, экспертностью. Появилось очень много технологий, в том числе и интернет-технологий. Пожалуйста, используйте их в своей работе. Скажите, пожалуйста, кто умеет проверять объекты недвижимости онлайн? 4 рубля, знаете, стоит выписка о переходе прав из Росреестра не 4 тысячи, не 400, а 4 рубля 0,0 копеек. Это доступно всем. И это используется и в аренде, и во вторичке. Вы вот просто сравните. Приходите вы на презентацию, смотрите документы, и тут же на своем айпаде, планшете, телефоне проверяете объект. И говорите, да, Иванов Иванов, действительно, вы собственник у нас. А вы знаете, что у вас информационный запрет? Как? Кто? Куда? Зачем? Вот такие вот лайфхаки, они помогают заключать договоры, помогают выстраивать отношения. Особенно это касается работы с покупателем. Я думаю, что большинство риэлторов могут себе позволить потратить 4 рубля на экспресс-проверку, на выписку из ЕГРН в переходе прав по одному объекту и получить ее здесь и сейчас сразу. Что еще? Еще хочу сказать о документах. Когда мы приходим на первую встречу к клиенту, мы всегда просим показать паспорт. Во-первых, мы определяем лицо, принимающее решение. Как вы понимаете, проводить презентацию, рассказывать о том, какие мы хорошие, оценивать объекты и так далее. Лицо, которое не имеет отношения к объекту и не принимает решение, но по меньшей мере бесполезно. Ну и трата собственного времени, я думаю, не входит в ваши планы. Поэтому, пожалуйста, смотрите документы. А прежде чем попросить паспорт у продавца, пожалуйста, покажите свой. Вот представляете, приходите вы на встречу. Я просто сегодня постараюсь вам дать максимальное количество практических штук, которые вы можете уже с сегодняшнего дня, уже с завтрашнего дня использовать в своей деятельности. И как агенты, и как руководители. Приходите вы на просмотр квартиры, на встречу. И показываете свой паспорт. Говорите, здравствуйте, Мария Ивановна, мы с вами договаривались о встрече. Меня зовут Бриднева Юлия. Вот мой паспорт. Мария Ивановна в недоумении, естественно. Зачем мне ваш паспорт? Мария Ивановна, как? Вы всех пускаете к себе в квартиру и ни у кого не проверяете документы? Все. Вы единственный эксперт, который будет продавать ту квартиру. Мария Ивановна больше без вас в квартиру не пустит никого. И следующий вопрос, когда вы уже посмотрите квартиру и вы попросите ее показать документы, и, естественно, Мария Ивановна вам и документы покажет, и правоустанавливающие, и паспорт. Все. Пожалуйста, смотрите внимательно. Вот, казалось бы, ну, паспорт. Кто не видел свой паспорт? А нет. У нас на канале 40 минут ты рассказываешь, как проверять паспорт. Я не боюсь. Это один из лучших видео в Ютубе по запросу, как проверить паспорт. Он, по-моему, уже там под 10 тысяч просмотров набрал. Я сегодня не буду 40 минут. По запросу Юлии в Ютубе вы найдете в Ютубе, внимательно все посмотреть, она расскажет. В общем, очень интересно, когда у человека недействительный и ничтожный паспорт, человек вроде бы и квартиру не продал, и денег получил. Супер, отлично получается. В прошлом, вот уже за этот год, три дела мы передали в полицию. Ну, понятно, что почти по всем материалам отказ, поскольку те данные, которые есть у нас, это для полиции не аргумент. Первое, были недействительные паспорта, потом был недействительный переход права. Почему я говорю, смотрите, внимательно проверяйте. Человек сделал сделку с недействительным паспортом. Это была вторая сделка назад. То есть, квартиру перепродали, сейчас она вышла на рынок уже вот такая вот с юридическим порогом. Так, хорошо, про это сказала. Теперь давайте я немножко вернусь к коучингу, вернусь к маркетингу и, собственно, к тому, зачем мы сегодня собрались. Сразу хочу сказать, и, наверное, так, вот сделаем так. У нас с вами существует очень много стратегий. И большое спасибо Андрею, и большое спасибо Владимиру. Сегодня я увидела здесь примеры очень многих успешных стратегий. Но ведь дело в том, что мы все люди разные. Вот если вы внимательно слушали Владимира, у него стратегия спорт, дисциплина. Делаем, 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 делаем. У Андрея несколько другая стратегия успешности. И хочу вам открыть большой секрет. У каждого из нас есть свои стратегии успешности. Это уже больше в технологии коучинга. Вот для примера представьте себе двух представителей животного мира. Вы сейчас поймете, к чему я. Крот и бабочку. Ну, разные животные, скажем так. Крот, который там под землей, и бабочка, которая паркает. А теперь на минуточку представим, что крот вдруг решил стать бабочкой, а бабочка вдруг решила стать кротом. И задача у них сделать 50, сделать по недвижимости в год. Ну, пройти два метра, преодолеть два метра земной поверхности. Крот, ну, как-то эти два метра, ну, сверху будем думать, что проползет. А представьте, что станет бабочкой, которая, пользуясь стратегией крота, будет эти вот пробовать. Ну, там просто, ну, не момента моры, но как-то к этому оно идет. А обратная ситуация, когда крот пользуется своей стратегией успешности. Крот – это крот. Два метра там под землей, ну, за какое-то время в комфортном для себя режиме он пройдет. И бабочка – это бабочка. Сколько ей нужно, чтобы преодолеть два метра? Две секунды. Это я к тому, что стратегии успешности у людей разные. Скажите мне, пожалуйста, кто хоть раз проходил тренинги по целеполаганию, целеобразованию, целестремлению и так далее. Я думаю, что в агентствах недвижимости вам, вас уже этими тренингами замучили. Так вот, цели у людей разные, которые приходят в агентство недвижимости. Кому-то хватает 500 долларов, кому-то хватает двух сделок в год, кому-то 50 мало. И тренировать человека, которому хватает 500 долларов в месяц, практически бесполезно. Это цель другая. Это и обуславливает и текучку в агентствах недвижимости, и то, что кто-то тренинг начинает. Да, я хочу, да, я могу, да, я крутой, я все сделаю. И потом понимает в результате, что не ему эта успешная стратегия с 9 утра до 8 вечера находиться на работе. И у каждого из нас есть свои стратегии успешности, которыми мы прекрасно пользовались в детстве. А потом мы их, ну, слегка забыли, потому что потом к нам приносят свои стратегии родители, в школе, в институте, по жизни и так далее. И что делает коучинг? Коучинг, по большому счету, он очищает, показывает вопросами специально, показывает вашу стратегию успешности, очищает ее от шелухи и встраивает ее вам относительно вашего же запроса и вашей же цели. И здесь уже от вас зависит, конечно, нужно ходить на обучение, конечно, нужно повышать свою квалификацию. И от вас зависит, по какой методике это будет главное, чтобы это было комфортно для вас и приносило для вас максимальный результат. Кому-то нужно звонить 30 звонков в день. Дисциплина. Это, ну, я говорила, стратегия успешности, называется спорт. Кому-то нужен подвиг. Подвиг – это стратегия и социальный лифт армия. И, между прочим, Шайбу тоже про это говорит. А кому-то можно строить бизнес на стратегии брак-отношения. И люди, я знаю, что очень успешно это делают. То есть стратегии успешности бывают разные. Если хотите больше узнать, ну, соответственно, набираете «Плетневая Юлия» в гугле, там все написано, что куда. Теперь вернемся, наверное, быстренько к юридическим моментам. Еще отлично. К юридическим моментам. Есть чек-лист, есть экспресс-проверки. Поэтому, пожалуйста, когда вы в квартире у продавцов, когда вы рядом с ними, показывайте свою экспертность. Заведите себе кабинеты, личные кабинеты на сайте Росвиезда. Проверяйте объекты. Онлайн-проверка. У нас есть вид проверок, где мы смотрим ограничения обременения. Он для нас бесплатный. Здесь и сейчас. И есть вид проверок. Раз. Вот, все нормально. Когда мы заказываем выписки из ЕГРН о переходе права, это стоит 4 рубля. Это можно сделать из личного кабинета. Пожалуйста, проверяйте паспорта на электронных ресурсах. Что, какая сейчас у нас еще новая опасность? Это банкротство. Это банкротство. Сейчас уже появились мнимые банкротства и ложные банкротства. Господа, мы живем с вами в России. И как бы мы суперкруто не проверяли... Здесь я немножко сделаю отсылку на первичку. Как бы мы суперкруто не проверяли документы застройщика, инвестора и так далее от банкротства, если есть к этому предпосылки, здесь уже отношения никто не спасет. Поэтому вы должны понимать, что есть риски и на первичном рынке, и на вторичном рынке. По вторичке, по физлицам мы, конечно, можем увидеть следы этого банкротства и по кредитной истории. То есть некоторые агенты, тем более наши покупатели, наивно полагают, что заказали выписку из ЕГРН, и все здорово, все хорошо, квартира в безопасности, выписка чистая. А нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова